Трасса 101 Приветствую! В эфире Трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Министерство внутренних дел поддержало инициативу ГИБДД о том, чтобы с 2015 года ввести плату за сдачу теоретического и двух практических площадкой город-экзаменов на получение водительского удостоверения. Теория – 1 тысяча рублей, площадка – полторы, город – 2 тысячи и того – 4,5 тысячи рублей. Полицейские считают, что это заставит выпускников автошкол лучше готовиться к испытаниям. При всем при этом, напомню, с 1 января следующего года госпошлины, которые необходимо оплачивать при получении или замене прав, вырастет с 800 до 2000 рублей. Существенно увеличатся и многие другие виды госпошлин. Трасса 101 Генеральная прокуратура России резко раскритиковала существующую систему фото-видео фиксации нарушений правил движения. По данным ведомства, штрафы, выписываемые камерами, зачастую идут не на мероприятия, связанные с повышением безопасности на дорогах, а на другие, совсем далекие от этого цели. Причина – дефицит региональных бюджетов. К тому же генпрокуратура выявила множество случаев, когда средства фиксации выставляются на оживленных, но не аварийных участках, причем без обязательных предупреждающих знаков. Опрошенные кировские автомобилисты, благодаря камерам, успели внести копеечку в бюджет. Попадался один раз в своей жизни за превышение скорости на 11 километров. 100 рублей. В какой-то период очень часто попадалось, потому что ездила по трассе. Долгое время я не знала, что она там стоит, эта камера. Потом, когда уже выяснила, перестала попадаться. Да, один раз попадался за превышение скорости в сошениях 86 километров. Попадался. Пришла фотография. Там показывал не красный, а желтый цвет. А деньги взяли по полной программе. Трасса 101 Вице-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Олег Масеев считает, что в начале 2015 года многим автосалонам в нашей стране придется закрыться. Запасы машин по старым ценам истощены, ставки по автокредитам существенно выросли, выживут только сильнейшие продавцы, отмечает специалист. В то же время, по его словам, несмотря на ухудшение экономической ситуации, автомобили премиум-класса по-прежнему пользуются у нас большим спросом. Шиномонтажу доверяй, но проверяй. Таким принципом руководствуется руководитель Кировского клуба маркетологов Алексей Обжерин. Все мы с вами иногда пользуемся услугами шиномонтажа. У меня была машина «десятка» зеленого цвета. И мы с моим другом после шиномонтажа поехали по какому-то другому делу. И вдруг отвалилось заднее колесо. Просто взяло и отпало. За нами, значит, идет целая верница машин. Мы начинаем лихорадочно поднимать колесо и перекручивать его обратно. Другие водители нам помогают собирать болты. Те водители, которые находились более далеко, они не понимали, что происходит. Вы что, дураки, что ли? Колесо меняйте прямо на середине дороги. Конечно же, мы не меняем колесо, у нас оно просто отпало. Еще мужик подбегает. У меня женщины рожают. Мы говорим, подожди, подожди, последний болт остался. Сейчас закрутим и доедем. Друзья, проверяйте всегда после шиномонтажа, докручены ли у вас болты. На этом все. До завтра. Трасса 101.